Национальный частичный карантин, введённый из-за коронавируса, похоже, ещё больше усугубляет гуманитарный кризис в Венесуэле. Установленные по стране блокпосты препятствуют перевозке товаров. Предприятия в Каракасе сообщают, что не получили продовольствия. «Карантин ввели без какой-либо подготовки. Это не было сделано постепенно. Это было очень резко и сильно помешало экономике. Так что у нас проблемы». «Здесь только рис, паста и масло. Продуктов немного. Не видела, чтобы кто-то выходил с мясом. Люди выходят, но без мяса. Они несут просто закуски, газировку, рис, пасту и масло. И ещё сахар». В Венесуэле выявили ещё 16 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего их здесь 33. Власти запретили передвижение между штатами. Исключения должны делать для поставок товаров первой необходимости, включая продовольствие. Однако в семи штатах люди сообщают, что силы безопасности на КПП задерживают грузовики с едой, бензином и другими нужными товарами. В Каракасе главный оптовый продуктовый рынок во вторник открылся с опозданием на 4 часа, что привело к задержке поставок продовольствия по всей столице. В других штатах картина та же. Напомним, экономический кризис в Венесуэле продолжается уже 6 лет. На фоне социалистического управления людям не хватает основных продуктов, товаров первой необходимости и лекарств. При этом розничные цены постоянно повышаются, а инфляция растёт с огромной скоростью.